В продолжении темы. С сегодняшнего дня у москвичей, любящих допоздна засиживаться в теплой компании, чтобы потом сбегать еще за одной, стало одной проблемой больше. Вступил в силу запрет на продажу крепкого спиртного с 22 часов до 10 утра. Раньше подобный запрет тоже действовал, но не был столь категоричным. Крупные сетевые магазины, договорившись с префектурой, а они договаривались с префектурой, можно не сомневаться, могли не соблюдать этот запрет. Впрочем, как выяснил Егор Колыванов, желающим повышать градус полуночникам и сейчас будет куда податься. Это не просто ограничение часов продажи крепкого алкоголя. Русского человека, в данном случае москвича, хотят приучить к европейской традиции возлияний. То есть потребитель вынужден на трезвую голову планировать, сколько и чего именно он хочет выпить. Дополнительные закупки алкоголя ночью в режиме «нам необходимо догнаться» приводят к бытовухе, к убийствам, к самоубийствам, к травматизму. Если люди хотят что-то отметить, они заранее купят, они заранее позаботятся об этом. Москвичей условно разделили на три категории. Черную – те, кто пьет по-черному, белую – не пьющие, и самая большая – серая, иногда выпивающие. Вот эту категорию и хотят перевоспитать в первую очередь. Может пить, а может не пить. И ему нетрудно не пить. Но подвернется – выпьет. Не подвернется – не выпьет. Вот надо кого изолировать. Инициатором запрета продажи крепких алкогольных напитков с содержанием этилового спирта более 15% выступил Департамент потребительского рынка Москвы. Здесь ссылаются на положительный опыт других регионов. Это снижение преступности, снижение злоупотребления алкоголем в такой страшной, я бы сказал, сфере, как детский алкоголизм, уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий и многие-многие другие позитивные результаты. Временные рамки для продажи алкоголя установлены более чем в 70 регионах России. Самые строгие нормы на Чукотке. Запрет действует с 8 вечера до полудня. Московская норма с 10 вечера до 10 утра на этом фоне не кажется такой уж суровой, но все равно это больше, чем, скажем, в Санкт-Петербурге. На самом деле запрет на продажу крепкого алкоголя в ночные часы в Москве существует с 2006 года. Правда, ограничения действовали с 23 часов и до 8 утра. Кроме того, у магазинов была возможность получить в местной префектуре разрешение на торговлю алкоголем ночью. И получалось 24 часа в сутки. Теперь мало того, что часы трезвости продлили, так еще и эту лазейку убрали. Остаются бары и рестораны. На них ограничения не распространяются. Скептики предрекают рост подпольного рынка, увеличение количества отравлений некачественными, в том числе самодельными напитками, разорение маленьких магазинов. Производители крепкого алкоголя сетуют, что их опять ставят в неравные условия с производителями пива. Нам не очень понятно, когда делится алкоголь на какой-то страшный или не страшный, полезный или не полезный. Давайте будем честны по отношению к себе и друг к другу. Есть алкоголь, он один. Там есть содержание этиловоспета. Если мы вводим ограничения на продажу алкоголя, то давайте мы введем ограничения точно такие же на продажу пива или напитков, изготовленных на основе пива. Видимо, ограничение продажи пива станет следующим шагом в борьбе с пьянством. Мы внесли законодательную инициативу приравнять пиво к алкогольным напиткам. И все обсуждения, все вопросы, все наши опасения сразу закончатся. Мы ждем решения, в частности от Государственной Думы Российской Федерации. Ну а пока проверенная годами мудрость, сколько водки не бери, все равно два раза бегать, в Москве с сегодняшнего дня уже не актуально. Егор Колыванов, Ярослав Зорин, Максим Коновалов и Валерия Соколова, телекомпания НТВ, Москва.